Контролировать долевое строительство должны банки, оплачивать коммунальные услуги нужно напрямую поставщикам. Такие законопроекты готовит фракция ЛДПР. Исчезнут ли обманутые дольщики и долги за коммуналку? В сюжете далее. Расчеты по следствию дома шли только с решения банка. И он видит, вот дольщики, вот дом. А список банков, которые будут работать с деньгами дольщиков, определит государство. Вкладываться люди будут поэтапно, по ходу строительства. Именно с такой инициативой вышла партия ЛДПР. По мнению либерал-демократов, так вообще может исчезнуть понятие обманутый дольщик, как и долги по ипотеке. Все, что надо быстрее внедрить, чтобы не была эта непонятная ипотека. Где-то он взял кредит под большой процент, инвестору передал деньги, банк требует возврата денег, а инвестор не дает ему жилья. И люди оказываются в тяжелом положении. Поэтому ужесточить контроль за движением денег, связанных со строительством и выдачей квартир. И это, по мнению лидера партии, можно сделать через систему банков или напрямую через Министерство строительства и ЖКХ. Ведомство само может организовать строительство, продажу жилья в новостройках, а также его эксплуатацию. То есть услуги управляющих компаний окажутся не нужны. Платить за коммунальные услуги жильцы будут напрямую ресурсникам, а не через посредников. Они посредники, они сдувают цены, и граждане переплачивают постоянно. Прямые связи с энергетическими компаниями, вода, канализация, лифты, но все время напрямую связи должны быть. И благодаря прямой связи, по мнению партии, переплаты за коммуналку исчезнут. Однако пока депутаты ЛДПР в Госдуме только готовят такой пакет законопроектов.